До сих пор задаешься вопросом, где купить топовый аккаунт в бисфарм симуляторе, а к тому же еще с огромной суммой робуксов на балансе, которую ты можешь потратить в любой игре и в любую игру задонатить, тогда тебе именно сюда. Переходи и покупай. За эту группу я полностью тебе отвечу, потому что эта группа уже работает больше двух лет, а это значит группа полностью честная. Ну а что ж, погнали к ролику. И всем привет, дорогие друзья, Косик Попа у нас в связи, и сегодня у нас выходит новое замечательное и главное очень топовое видео, ну а главное информативное. Так что перед этим роликом не забудь поставить лайк, подписаться на канал с колокольчиком, ну и также не забывай, что дает тебе колокольчик. А колокольчик тебе дает оповещение о моем топовом новом ролике, так что не забывай про это. Ну и также отвечай на часто задаваемый вопрос, Косик, а как же попасть к себе в друзья, тогда отвечай. Если хочешь попасть ко мне в друзья, то напиши интересный комментарий, либо опиши мое прошлое видео, о чем я там рассказывал, что я там делал, ну и в конце укажи свой ник в роблоксе. Тогда я добавлю тебя в принципе в друзья. В общем, сегодня буду добавлять всех на свой основной аккаунт, как я обычно это делаю. Если хотите играть вместе со мной где-либо, тогда в принципе дерзайте комментарии. Ну а что ж, погнали к ролику, сегодня будет очень крутой ролик, очень топовая инфа, так что давайте над этим роликом наберем 255 лайков. Как только мы набираем на этом ролике 255 лайков, так сразу выпускаем новый замечательный и главное бомбический ролик. Ну а что ж, погнали. В общем, ребят, скажу вам так, 20 минут назад вышло обновление, новогоднее обновление на тестовом сервере. Я, конечно же, в это время что делал, у меня сегодня, можно так сказать, было время поспать и я очень ужасно хотел спать, поэтому я как бы это проспал. Но на тестовый сервер Анетты я действительно попал, конечно попал не на основном своем аккаунте, а был, сидел я на своем твинке, просто просматривал, что там происходит. Не успел я ничего отснять, как отснял другой русскоязычный ютубер, в принципе, давайте вам покажу скрин на экране, что там было. В принципе, давайте на счет 3 покажу. Раз, два, три. На экране у вас показывается скрин, где вы можете увидеть то, что вот такой вот робо-медведь уже на тестовом сервере. Кстати, сегодня отвечу, почему же я не смог заснять на тестовом сервере такое видео. В принципе, как-то так. Также Анетт добавил новые вещи себе в инвентарь, которых я сейчас вам это, в принципе, покажу. Так что, в принципе, погнали, просто посмотрим в инвентаре Анетта, что там за новые вещи, потому что я не могу сейчас дойти на тестовый сервер и это вам все показать, поскольку Анетт сделал кое-что с игрой. Так что, погнали, перейдем в инвентарь Анетта. Экс, ребят, мы находимся на профиле Анетты, это официальный профиль Анетты, как вы видите, тут имеется галочка, все, это как бы Анетт. Можем даже F5, в принципе, нажать специально, чтобы перезагрузить страничку, чтобы вы видели то, что это Анетт, 8 минут назад был тут. Также мы просто заходим в его инвентарь, заходим в детали и смотрите, что мы тут наблюдаем. Новые вещи. Первая вещь, это у нас вот такая вот вещь, в принципе, какая-то хрень непонятная. Да, и шестеренки, тоже новые какие-то шестеренки, для чего пока что непонятно, но в принципе, вот такие вот шестеренки имеются. Также давайте мы перейдем опять же к Анетту, так Анетт и переходим к Анетту в профиль, покажу, что происходит сейчас с симулятором пчеловодом, а именно с тестовой группой. Ну или давайте просто зайдем в мои группы, зайдем в тестинг групп Анетт, тут у нас имеется ссылочка на тестовую группу Анетта и, ребят, она закрыта. Анетт 30 минут назад просто закрыл доступ к этой игре. То есть F5 нажимаем, как видите, я перезагружаю страничку и попасть сюда я не могу. Пока что не могу, потому что Анетт просто закрыл доступ к этому приватному серверу. Но спасибо другим ютуберам, что они хотя бы успели это заснять, показать, что там есть. В принципе, ну давайте перейдемте к игре. Итак, ребят, я перехожу в игру. Только что мы были в инвентаре Анетта. Да, я вам показал новые вещи, которые Анетт добавил себе в инвентарь. Также показал вам то, что Анетт просто взял и закрыл ссылочку, ну точнее не ссылочку, а именно доступ к своему приватному серверу. Поскольку очень много ютуберов, вообще там сидело 122 человека в онлайне, чтобы понимали. Там, скорее всего, просто сбежали все ютуберы-симуляторы пчеловоды и отняли уже этот материал. Чем это может помешать Анетту? В общем, если реально закинут ютуберы, которые там реально очень сильно популярны, то это в принципе... Ну, я бы не сказал то, что это будет плохо, но Анетт почему-то закрыл плейс. Значит, ему неприятно было то, от того, сколько людей это посмотрело. Хотя этот плейс посмотрело 122 человека. То есть, ну, грубо говоря, такой большой критический удар по его, я не знаю, по его созданию ничего, ну в принципе, не сделает. То, что показали, то, что там есть робо-медведь и что? В принципе, ну, что в этом такого, я не понимаю, честно. Пишите ваше личное мнение, как вам такая вот информация, ждет ли вы бисмос. Бисмос у нас будет ровно через 2 недели, кто не знает. Так что, в принципе, как-то так. На связи был Костик Пау-пау, надеюсь, видео тебе понравилось. Надеюсь, вы не обиделись от того, что я не успел вам отснять материалы еще на тестовом сервере. Думаю, сегодня, либо завтра, если открою этот тестовый сервер, я обязательно засниму этот форматик, покажу все, что там есть. Ну и, в принципе, не забывай поддерживать меня, а я поддерживаю тебя, снимая ролики. Как только набираем 255 лайков, сразу выпускаю новый ролик. Ну и, в принципе, всем пока-пока. На связи был Костик Пау-пау. Завтра встретимся на новом топовом ролике. Ну, оставайся добрым, будь мудрым. Пока-пока.